Приветствую всех! Меня зовут Карина. Добро пожаловать на мой канал. И это очередной Speed Paint, но немножко в другом формате. Я здесь хочу оставить некоторые свои комментарии по поводу работы. Если вам такой формат видео понравится, то ставьте мне лайки и подписывайтесь на мой канал, а также оставляйте внизу в комментариях, что вы хотите видео подобного рода еще. Это портрет актрисы Сары Боусон. Подобный портрет я рисовала в прошлом году, поэтому в этом году я просто решила перерисовать его, но немножко в другом ракурсе для сравнительной характеристики. Использую я бумагу с текстурой холст, хотя раньше я использовала с текстурой скорлупа, но с текстурой холст мне понравилось больше. Мне кажется, что краска здесь ложится гораздо мягче, более мягкие линии и эластиком работают гораздо удобнее. Также я использую парочку кистей разных размеров. Прорабатываю все характерные черты лица. Это брови, глаза, губы, линии подбородка. Также я намечаю объем волос и некоторые детали одежды. Я стараюсь рисовать от общего к частному. И каждый раз я возвращаюсь к каким-то частям и более детально их прорабатываю. Конечно же, в первую очередь я стараюсь проработать глаза, а потом уже все остальное, потому что глаза зеркало души, но на этом портрете глаза закрыты, но я не изменяю своей традиции рисования. Для более четких линий и деталей, например, когда я рисую ресницы или волоски в бровях, мне нужна очень тонкая и четкая линия. И, конечно, кисточкой такого добиться я просто не могу. И для этого я использую черный карандаш. Его я беру из набора обычных цветных карандашей. Ну и, конечно же, я работаю ластиком. Я стараюсь работать поочередной кисточкой и потом выбираю некоторые участки для более светлого тона ластиком либо клячкой. Также ластиком я ставлю блик и, конечно же, рисую волосы. Текстуру и объем волос очень хорошо передавать именно ластиком, который вырезан в форме треугольника и имеет очень тонкую скошенную часть, которую удобно выбирать тонкий. А теперь вы можете увидеть портрет, который я рисовала в этом году, то есть пару дней назад. И справа портрет, который я рисовала в прошлом году. И если вам интересно, вы можете зайти ко мне в группу ВКонтакте и посмотреть фотографии этих портретов и более детально разглядеть, что же изменилось. На мой взгляд, волосы стали получаться гораздо лучше. Это во-первых. Во-вторых, в принципе, все линии в портрете стали гораздо мягче, потому что я перестала вычерчивать линию подбородка носа, и я стараюсь сделать их кистью. Раньше я использовала трафареты. Вы их тоже могли заметить в моих видео. Ну, в целом, мне кажется, прогресс есть. И, конечно же, безусловно, как и в любой другой профессии, нужен опыт и нужен постоянный усердный труд. Я вам желаю творческого вдохновения. И если это видео было интересным, полезным и вдохновляющим, то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А ссылку на прошлый портрет Сары Полсом я оставлю вам в описании, чтобы вы могли его посмотреть. Всем спасибо! До новых встреч!